Рядом со мной Александра Гудимова, участник нашей бизнес-сессии с очень интересной темой. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Давайте поподробнее о нашей теме. Сегодня я участвовала в сессии в фудтех. Говорили о еде будущего, обсуждали тенденции на рынке, о прошлых тенденциях и о текущих сложностях, которые мы будем ощущать на себе. И что ждет потребитель от нашего сегмента ЗОЖ. Такие вот темы сегодня обсуждали. Вопрос такой. Каждый раз, где-то из года в год мы обсуждаем еду будущего. Изменилась ли повестка за этот год или в принципе те же векторы мы соблюдаем? В целом повестка не изменилась. Те же векторы и соблюдаем. И сокращение сахара белого в рационе, и обогащение различными пребиотиками, пробиотиками, и растительные альтернативы. Все это остается, так сказать, в теме. Какая-то новая, может быть, повесточка есть, какой-то новый один модный тренд, который вот-вот буквально пару месяцев как вышел на рынок. Есть ли что-то подобное? Вы знаете, были такие проблески трендов sleep well, то есть товары, которые помогают нам спать более, засыпать быстрее, спать хорошо, если дословно привести. Но в целом, ввиду текущих событий, мне кажется, основная сейчас задача это доступность ингредиентов сырья на складах российских производителей и, безусловно, цена на полке для конечного потребителя. Поэтому, что касается каких-то глобальных R&D сейчас, стартов внутри нашей компании, я говорю, наверное, поставили на какой-то некий стоп на 3-4 месяца и просто пытаемся осуществлять поставки тех продуктов, которые будут удовлетворять спрос в нашем сегменте. Получается, мы пока обеспечим необходимое и потом продолжим путь в будущее. Да, надо чуть-чуть понять, что происходит, слегка сесть, подужать пояса, скажу так, и логистические цепочки новые наладить, а после этого уже говорить о новых проектах R&D. Все очень интересно, мы говорим о будущем. И вот как сейчас все участники рынка в вашей сессии, в частности, как они оценивают, позитивно ли, с улыбкой ли, будущее, которое ждет буквально месяц-другой? Ну, мне кажется, российского человека очень тяжело удивить чем-то. Поэтому все спокойны, все работаем. Главное, работать и не останавливаться. Тогда концентрация и в целом, голова думает об этом, а не о том, что происходит в мире. Поэтому мне кажется, что в целом ситуация спокойная, стабильная. Именно люди концентрируются на своей работе и стараются сделать максимум из того, что они могут сделать полезное общество. Мне кажется, сейчас очень важно заниматься тем, чем ты занимался раньше, и стараться наладить все цепочки, не только логистические в целом, да, чтобы компании работали как минимум в прежнем режиме, а как максимум смогли большую часть своих процессов локализовать, где-то автоматизировать, где-то найти российские альтернативы. В таком ключе работаем. Пожелаем вам удачи на этом поприще. И надеюсь, когда мы закроем непосредственно вот эту главную повесочку ближайших месяцев, мы уже продолжим опять путь в наше светлое, надеюсь, очень вкусное и полезное будущее. Спасибо большое. Все на это надеемся. Спасибо.